Когда ты занимаешься своим любимым делом и еще за это получаешь деньги, это вдвойне приятно. И это как бы наш кусок хлеба. И мне тренер говорил постоянно, представь себе, что твой соперник забирает у твоей дочери кусок хлеба. Ты это позволишь? Конечно, я не позволю. И поэтому я настраивался на соперников как на врага, как на врага номер один. И да, я со всеми дружу, у меня теплые отношения и с иностранцами, и с моими конкурентами по России. И вне ковра мы друзья, мы смеемся, анекдоты рассказываем, вместе в кафе ходим, в кино ходим. Но на ковре этого не должно быть, это мешает. 28-летний Асланбек Куштов борется за свою 10-месячную дочь Салиму. Он видит ее очень редко. Вместе с женой Асланбека она живет в родительском доме, в городке Терек, что в Кабардино-Балкарии. Отца Асланбек потерял, когда только еще пошел в школу. Его мать, учительница начальных классов, воспитывала Асланбека и его старшую сестру и младшего брата в одиночку. В начале 90-х было очень тяжело. Мама всегда хотела, чтобы Асланбек учился. Он закончил сельхозинститут и одновременно посещал любимую секцию борьбы. У меня тогда было тяжелое время в Нальчике. Зарплату не получал я, уже хотел завязать. А до этого, до встречи с Михаилом Санчем, я завязал вообще с борьбой. В 2001 году завязал, уже готовился работать, хотел в милицию, в уголовный розыск устроиться. Но в 2004 году мне почти довелось встретиться с Михаилом Санчем Гамзином в Кисловодске. Михаил Гамзин убедил Хуштова продолжать бороться и приехать в Красноярск. Об этом Асланбек ни разу не пожалел. Он говорит, что ему вообще в жизни везет с людьми и не боится сглазить. Я приехал в Красноярск, неделю побыл. И у меня создалось ощущение, что я здесь родился. У меня друзья появились, товарищи, знакомые, такие добрые люди в Красноярске живут. Я остался здесь, я не смог уехать. Я еще хочу, знаешь, в тайгу, вглубь. Вот внутри 4 дня палатку взять и в палатке... Я знаю, что комаров много там, но 3-4 дня потерпел. Хочу прямо в тайге пожить. И зимой поехать, в избе пожить, где можно сам. Топишь избу и из дерева прям, чтобы было все. Он живет здесь на квартире у тренера. Правда, большую часть времени занимают перелеты. Втерека назад. Он живет и борется ради своих родных. И в первую очередь ради маленькой Салимы, которая когда-нибудь тоже будет жить здесь, в Красноярске. Я домой приезжал, она плакала. Она не шла ко мне на руки. Она плакала. Я пару дней так с ней поиграю. Она уже привыкает. Уезжаю, приезжаю. Она плачет опять, не идет ко мне. Но сейчас уже узнает. Сейчас уже домой прихожу. Она сразу ко мне кидается, прыгает на руки. Это приятно, очень приятно. К золоту Олимпиады он шел долго и упорно. Говорит, что если позволят силы, то будет стараться завоевать золото Лондона. Если же почувствует, что уже не тот, сразу уйдет. А пекинская медаль сейчас займет главное место в его доме. Он, как и Манкиев, благодарит Всевышнего за то, что имеет сейчас. Бог видит, кому, наверное, нужнее. И тому и дарит первые места. Вот такое же положение у Манкиева, Назира. Большая семья, тоже сельские. И, наверное, мы больше работаем, чем остальные, можно сказать, чем городские ребята. Теперь Хуштов – кумир юных красноярских борцов. Он приходит в школу борьбы и всегда подсказывает начинающим. Асланбек – действующий борец, но свой опыт хочет передать другим. Их тренер Михаил Гамзин – большой энтузиаст. Он всегда мечтал воспитать олимпийского чемпиона. Наконец получилось. Он болел за своих ребят в Пекине на трибуне. Он варил им нужные бульоны в скороварках, которые возит всегда с собой. И с превеликим трудом, но все-таки передавал подопечным в олимпийскую деревню свое варево, которое называют шулюм. Он увидел их на соревнованиях и привез в Красноярск под честное слово. Сделал для них все, что мог и не зря. Мне выделил Петр Иванович Пимашков, мэр города, квартиры двухкомнатных. Она практически у меня пустует. Ну что, она должна пустовать. Главное, что сегодня я вижу, ребятам очень сложно где-то снимать квартиру, но все равно мне приходится платить. А я выделил, я говорю, ребята, живите у меня, живут у меня, снимай квартиры. Очень сложно, конечно, но ничего, я говорю, проживем. Вот показатель в том, что сегодня надо поделиться с ребятами. Мне очень много друзей помогает. Мои друзья очень много помогают. Помогает и для ребятишек. Я, честно говоря, давно бы богатый был, но я богат вот этими ребятами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова